МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей Дубяковский. Это актуальное интервью. Сергей Юрьевич, здравствуйте. Вы уже не первый раз бываете у нас в регионе, активно пропагандируете поступление в ваш ВУЗ. Это замечательно. Расскажите немножко о вашем ВУЗе. У нас ВУЗ достаточно молодой. Через несколько лет ему будет 60. В нем около 15 тысяч студентов, 3,5 тысячи преподавателей. То есть это небольшой Нарьинвар в 120-тысячной Ухте. В нашем ВУЗе 21 направление инженерной подготовки. Это около 120 специальностей. Мы набираем ежегодно около 3 тысяч абитуриентов. Из них это полторы тысячи бюджетных мест. Хочется сказать, что из Нарьинмара ребят, хочется не так много, как бы нам хотелось. Всего 9 человек. Но мы имеем позитивные примеры выпускников, которые на сегодняшний день работают в нашем университете и составляют гордость нашего ВУЗа. А какова география ваших студентов? География очень большая. То есть на сегодняшний день у нас около тысячи студентов из ближнего и дальнего зарубежья. Парадокс, но резкий скачок доллара сделал очень дешевым и перспективным обучение в нашем ВУЗе для как раз зарубежных студентов. Потому что они могут получить качественное инженерное образование международного уровня за одну-две тысячи долларов. Также, если говорить о России, то понятно, что представлена Республика Коми, Архангельская область, Кировская область, Вологодская. Сейчас мы начинаем работать и в Ленинградской области, и в Новгородской. То есть целенаправленно едут в ваш ВУЗ, чтобы получить там технические специальности? Да, на сегодняшний день все понимают, что перспективы освоения Арктики в основном, конечно, лежат в разрезе нефтедобывающей отрасли. А фактически мы являемся единственным ВУЗом, который расположен на арктических широтах, который готовит специалистов для работы именно в этом направлении. И практику проходит как раз в компаниях, работающих именно на этой территории. Чтобы привлечь такое количество студентов, тем более студентов из-за рубежа, нужно обладать необходимой инфраструктурой. Учебными базами, материалами. Инфраструктура нашего ВУЗа, не побоюсь этого слова, наверное, лучшая из всех ВУЗов нефтедобывающей отрасли. У нас около 100 зданий, 15 общежитий, более 30 учебных корпусов. Ну, а уникальный полигон под открытым небом, который создан в нашем ВУЗе, он просто не имеет аналогов по России. В нем наши студенты могут, не выходя из города, познакомиться с особенностями нефтяной и газовой добычи и как проходит весь путь транспортировки до переработки и получения уже готового продукта. И это все прямо у нас в УХТе в центре города. Здорово. А ваш ВУЗ сотрудничает с компаниями недропользователями? Надо сказать, что наш ВУЗ является одним из 8 опорных ВУЗов Газпрома. Что это означает? Что это главный партнер нашего ВУЗа и при желании каждый выпускник может быть трудоустроен именно туда, в эту компанию. Кроме того, у нас более 70 компаний-партнеров. Среди них самые известные и известные здесь, на Ринмаре, конечно же, это Роснефть, Транснефть, Лукоил, Русвьедпетра, Зарубежнефть и так далее. То есть ваши студенты выезжают, возможно, на практику, на месторождение? Невозможно. Все выезжают на практику именно на действующие месторождения. На практике они имеют возможность даже неплохо заработать в районе 50 тысяч рублей и потом трудоустроиться в эти компании. Сейчас очень агрессивную политику по приобретению выпускников нашего ВУЗа ведут иностранные компании. Так, в прошлом году половина выпускников ушли работать в компанию «Тоталь», «Шлемберже», «Виталь». Ваш ВУЗ относительно молодой, но я думаю, что он может составить конкуренцию с более старейшим ВУЗом, которые обучают ребят по схожим специальностям. Ну, мы и конкуренты, и партнеры. У нас очень тесное взаимодействие и с Губкинским университетом головным, который в Москве, и с Санкт-Петербургским горным университетом. У нас идет активный обмен студентами, совместные научные, учебные проекты, очень тесное студенческое сотрудничество. Как пример могу сказать, что вот три делегации, это горного ВУЗа, Губкинского и нашего, выезжали на международные соревнования среди молодых ученых именно в нефтегазовой отрасли. И будет отрадно вам, может быть, узнать, что первое место занял наш ВУЗ в Хьюстоне. И решающую роль сыграл как раз в свое время выпускник школы поселка Искателей, а ныне молодой ученый, кандидат технических наук, работающий у нас именно в газовом направлении, это Сергей Дуркин. Это Надежда, это звезда нашего ВУЗа, поэтому низкий поклон и школе поселка Искателей, подготовивших такого нам студента и работника, ну и, конечно же, родителям и отдельный привет директору Денису Аватевне. Сергей Юрьевич, а то, что ваш ВУЗ находится вот как бы на периферии страны, то есть не центр России, не Москва, не Санкт-Петербург, но, тем не менее, как-то вам удается привлечь студентов? Мы на это смотрим с другой стороны. Мы находимся не на периферии, мы находимся на передовой. Вот как раз выпускникам ВУЗов из столиц для них как раз очень трудно уехать на самые перспективные нефтегазоразработки в Арктику. Мы находимся рядом, мы форпост на севере, поэтому как раз нам и карты в руки в наборе студентов, которые будут работать в будущем в этой отрасли. Ни для кого не секрет, что в Нинском округе не хватает специалистов, технических специальностей, и студенты у нас неохотно выбирают профессию, свою будущую, связанную с работой в нефтяной сфере. Тем не менее, ваша задача привлечь наших ребят, наших выпускников. Каким образом вы это делаете? Вот хочу сказать, что сейчас с этой целью мы проводим предметные олимпиады, которые впервые мы выездные проводим здесь, на Риммаре. Хочется отметить, что ребята при проведении предметных олимпиад по математике и физике показали достаточно высокий уровень. То есть это говорит о том, что они хорошо знают и разбираются в этих предметах. Это ключевые предметы для поступления в наш ВУЗ. Вот теперь осталось только замкнуть у нас вот эту цепочку, показать им перспективность и обучения, и перспективность дальнейшего трудоустройства. Это, возможно, здесь же, в Ненинском округе. Для этого мы делаем правила приема этого года. Они позволяют при проведении вот этих вузовских олимпиад давать дополнительные баллы при проведении ЕГЭ. Поэтому всем ребятам, те, которые приняли участие в этой олимпиаде, они получат один балл дополнительный к ЕГЭ по предмету. Лауреаты 2 балла, призеры 3, но победители 4 балла. Это очень существенная прибавка к ЕГЭ. Ну, кроме того, эта олимпиада проводится при поддержке нашего опорного главного партнера «Газпрома». Поэтому есть надежда получить хороший приз. Так что я очень это надеюсь. Но результаты еще неизвестны. Олимпиада завершится сегодня. После чего, после того, как я посмотрю ваш прекрасный праздник гонки на Буранах имени на призы Артура Челенгарова, я уеду в Ухту. И недели через две уже все будут известны результаты. И где-то в середине апреля пройдет чествование и награждение победителей. Очень надеюсь, что будут и ребята из Наринмара. А эти ребята, которые принимали участие в олимпиаде, у них есть цель поступить в ваш вуз? Вы с ними разговаривали, наверное, общались? Каковы их намерения? Да, я перед тем, как проводить эти олимпиады, я посетил все школы. Разговариваю с ребятами и говорю о том, что обучение в вузах столицы, это, конечно же, более времяпрепровождение, может быть, образ жизни, который для себя ребята выбирают. А если выбирать возможности, перспективность дальнейшего трудоустройства, то это, конечно, должен быть вуз, расположенный где-то ближе к нам. И честно сказать, что многие ребята задумались. Вот на сегодняшний день около 30 ребят предварительно сказали, что собираются поступать в наш вуз. А это очень такая хорошая сумма, если учитывать, что в этом году выпускается всего 200 выпускников Наринмара. В этом году ваш вуз предоставил целевые места округу? Мы предоставляем возможность заключения целевых договоров, и в этом случае будут выделены целевые места по любому из нефтегазовых направлений подготовки. Поэтому, если округ будет заинтересован в этом, мы с удовольствием возьмем этих ребят и будем бесплатно их обучать. Со стороны округа это только предоставление возможности прохождения практики и дальнейшего трудоустройства. А какие-то результаты уже есть? Пока вот идут переговоры с ребятами. Конкретных итогов пока нет. Они будут подведены в конце апреля. В конце апреля мы расформируем базу данных. А те ребята, которые, если они не поступят на эти целевые места, допустим, могут напрямую приехать к вам и пытаться поступить на бюджетное место, правильно? Да, конечно. Они могут приехать к нам и поступить все-таки полторы тысячи бюджетных мест. Это достаточно большое количество. Кроме того, мы идем навстречу нашим северным коллегам, поэтому в прошлом году мы целенаправленно приезжали сюда и организовывали прием документов на поступление здесь, на Ринмаре. Надеемся, что сделаем это и в этом году. И, конечно, на руку сыграло и то, что уже около года функционирует, курсирует рейс на Ринмар-Сыктывкар, когда за час ты оказываешься в столице нашей республики, оттуда три часа до Ухты. Это достаточно экономично, быстро и достаточно дешево. Мы не говорили о проходном балле. Какой проходной балл? Сколько нужно набрать? Чтобы поступить на бюджетное место? Спасибо за этот вопрос. Проходной балл у нас на специальности разные. На самые престижные специальности нефтегазового направления это проектирование нефтегазовых магистральных трубопроводов и разработка месторождений у нас колеблется от 200 до 240 проходной балл. На других, пониже, в районе 160-180. Это такой достаточно средний балл, но все-таки 240 это достаточно высокий, вот уже на уровне столичных вузов. Какие экзамены нужно дать ребятам, чтобы поступить в вашу? Профильным для нас экзаменом главным является физика. Кроме того, обязательно надо сдавать профильную математику. Министерство образования Российской Федерации с каждым годом все сдвигают сроки выбора ЕГЭ, поэтому сейчас уже все ребята записались, 11-классники выбрали уже. Поэтому я, может быть, обращаюсь в первую очередь даже не к 11-ти, а к 10-ти классникам. То есть не отрубайте для себя вот эти возможности выбрать различные вузы и понимайте, что лучше записаться на сдачу ЕГЭ по физике, чтобы потом уже перед самой сдачей принять конкретное решение. То есть отказаться можно всегда, а записаться задним числом уже не получится никаким образом. Кроме того, и вот это тоже одна из перспективных направлений сотрудничества в вашем аграрно-экономическом техникуме есть направление подготовки экология. Оно как раз перекликается с нашим направлением экология на высшем образовании. Поэтому ребята, закончившие техникум по этому направлению и поступившие к нам, они могут поступить без единого государственного экзамена, и срок обучения у них будет сокращен более чем на год. При этом им надо будет сдать русский математику и географию, не физику. А у этих ребят будет возможность поступить на бюджетное место? Да, конечно. А мы и говорим как раз о бюджетных местах. Но вне бюджета поступить достаточно просто. Там, как вы понимаете, там другие критерии. Вы же упоминали о том, что у вас есть хорошее комфортабельное общежитие для тех ребят и нагородних, которые приедут и будут нуждаться в жилье. Да, мы в этом плане понимаем, что наличие комфортабельных общежитий – это перспектива, это возможность привлечь студентов, поэтому у нас из 15 общежитий два уже квартирного типа. Вот четыре они блочного типа, когда на две-три комнаты свой санузел, душ и кухня. Остальные мы сейчас перестраиваем. В этом году мы заканчиваем новое девятиэтажное общежитие, которое будет уже просто по европейским стандартам. Планируем в первую очередь его отдать под молодых ученых и аспирантов, которые будут составлять будущее нашего университета. Оплата за проживание – 400 рублей в месяц. Я думаю, что это достаточно нормальный вариант. Кроме того, если позволите, я хочу рассказать еще об одном проекте, который мы сейчас реализуем в нашем университете. Мы одни из первых в нефтегазовом направлении, идем в этом направлении. Это открытие бизнес-инкубатора. То есть у нас выделено и построено силами университета большое восьмиэтажное здание, в котором ребята, студенты нашего УЗА, молодые ученые предлагают свои бизнес-проекты, экспертная комиссия эти проекты оценивает. И если считает их и бизнес-планы перспективными, то для ребят предоставляется офис, инфраструктура, интернет, телефон, охрана, бухгалтерское сопровождение, налоговое сопровождение. До той поры обучения этих ребят, до той поры, пока они не реализуют свой проект. Если этот проект начинает приносить прибыль, то уже 10% они начинают возвращать за понесенный расходом. Таким образом, уже с самого студенчества есть возможность повзрослеть, почувствовать себя самостоятельным человеком, принимающим ответственные решения, и даже открыть свое дело и бизнес. Вот 42 проекта на сегодняшний день уже запущены. И, конечно, то, что творится в этом бизнес-инкубаторе, сама атмосфера, сама жизнь ребят там, она просто потрясающая. Ну, как пример, то есть их сопровождают бизнес-ангелы, да? То есть вот спрашиваешь, кем ты работаешь? Я работаю бизнес-ангелом. А, например, что это за проекты? Проекты самые разные. То есть есть проекты, и конкретно связанные с деятельностью нашего вуза. Так одни ребята будут, работают над тем, как перерабатывать и превращать в газовое топливо от последствий разливов на нефтепроводах. Другие разрабатывают присадки в двигатели, которые существенно позволят сэкономить горючее. Вот. Есть и такие, как, допустим, молодые креативные девчонки предлагают проведение творческих мероприятий для студентов. То есть вот представьте, каждый десятый житель нашего города – это студент. Вот. Поэтому для них проведение день рождений, свадеб, каких-то вечеринок, вот, дешево, они это называют экологические вечеринки, да? Вот. Мы думаем, что так же перспективно. Одно мероприятие, когда молодой человек защищал бизнес-проект, у меня коленки задрожали, то есть это переносной крематорий для домашних животных. Вот. Но это оказывается достаточно прибыльное, выгодное дело, и мы надеемся, что у него получится. И, с одной стороны, он будет решать экологические проблемы, которые для города, они действительно важны по вот утилизации погибших наших братьев меньших. Так что проекты самые разные, очень интересные. То есть уже на студенческой скамье ребята начинают заниматься предпринимательством, соприкасаются уже со своей будущей профессией? Да, да, да. Вот большинство, правда, связаны с IT-технологиями, то есть это разработки нового программного обеспечения, разработка компьютерных игр. Мы стоим о том, что это очень здорово, когда молодой человек творчески идет вперед, открывает новые горизонты, развивается сам, и при этом еще и учится зарабатывать деньги. Это очень важно в современном мире. Как один из моментов, хочу еще отметить, это систему грантовой поддержки, которая имеется в нашем ВУЗе. Опять же, то, чего раньше мы, обучаясь, наверное, не имели возможности, то есть ты, получая обычную стипендию в 3,5 тысячи рублей, работая в своей научной деятельности с какой-либо из кафедры, имеешь возможность получить грант на исследование, и эти гранты составляют 10, 25, 50, 100 и 250 тысяч рублей. То есть вот из 15 тысяч студентов у нас на сегодняшний день 120 человек получают стипендию в 100 тысяч рублей в месяц, а 34 в 250 тысяч рублей в месяц. Но это означает, что их изобретение прошло полностью сертификацию, оно запатентовано и принято к разработке такими компаниями, как «Газпром», «Транснефть» и «Роснефть». Это хороший стимул на то, чтобы заниматься наукой, чтобы толкать ее вперед. Ведь когда мы говорим о том, что страна должна быть независима, страна должна сама решать проблемы, не использовать иноземные технологии, которые мы делали в последнее время, а разрабатывать их самим, то вот как раз здесь стимул очень хороший. В этом году только компания «Газпром» выделила нам 600 миллионов рублей на научные разработки студентов. Пожалуйста, все дороги перед вами открыты, работайте. Если бы я был чуть моложе, я бы точно поступил в наши университеты. Совершенно уникальный у вас ВУЗ. Я с этим полностью согласен. Возможностей очень много. Да. Ну и кроме того, мы понимаем, что все-таки молодость – это не только обучение, это не только наука, но при этом это и спорт, это и отдых. Хочется, чтобы он был насыщенный. Поэтому вот у нас, как ни в одном, наверное, другом ВУЗе, 42 направления спортивной подготовки, все игровые виды спорта представлены у нас. Наша баскетбольная команда играет в высшей лиге. У нас своя женско-хоккейная команда, которая играет в премьер-лиге. То есть всего 9 команд в стране, и вот одна из них – команда нашего Угтинского университета. Все боевые виды спорта. Ну а наши танцоры – это широкий спектр от классического балета до современного хип-хопа и восточных танцев. Кстати, вот мы сейчас ведем переговоры и предлагаем с тем, чтобы вот наши творческие коллективы, а уровень у них – это призеры и чемпионы Европы и мира, привезти сюда, к вам, в Арктику, и вот на сцене КДЦ показать, что наши студенты вытворяют. Это просто как бы потрясающе. Вы все это рассказываете нашим выпускникам, когда приезжаете сюда? Да, конечно, конечно. Упор, конечно же, мы делаем на то, что в УЗИ надо учиться, но, с другой стороны, я и говорю о том, что найти себя, найти себя в нашем УЗИ можно в любой сфере. Но это все поощрение за хорошую учебу. В том числе. И понимаю, что для журналиста очень важно это острое перо, поэтому у тебя небольшой презент. Это вот ручка с логотипом нашего УЗИ и блокнот, чтобы вы могли записывать эту мысль. Приятно. Ну, а также, если интересно, то буклеты со всеми направлениями подготовки нашего УЗИ, экзаменами и так далее, я вам дарю. Вот вы уже приезжаете, Сергей Юрьевич, не первый раз. Как обстоят дела с взаимодействием с властями округа, с департаментом образования? Опять же, хочется вас поблагодарить за этот вопрос, потому что я по роду своей деятельности являюсь ответственным секретарем приемной комиссии, тем человеком через руки, который проходят все абитуриенты в течение приемной кампании. У меня разъездной характер работы. Я разъезжаю практически по всему северо-западу, и Москва, и Санкт-Петербург. Но у вашего города вот однозначно свой менталитет, свой климат, куда бы я ни заходил, в первую очередь меня встречали улыбкой. И даже не знаю, кто я такой. Поэтому вот до этого я очень активно работал с управлением образования. Сейчас в ходе реорганизации получается, что я взаимодействую с департаментом образования. Но все идеи, все идеи, которые мы предлагаем, они не отмахиваются, а находят поддержку и всяческое понимание. Начиная с самых высоких уровней до самых низовых звеней. То есть меня прекрасно приняли и в департаменте образования, прекрасно приняли и в школе, и организовали. И с ребятами тоже очень такой хороший конструктивный диалог налажен. У вас здесь живут замечательные люди. Это надо отметить. Ух ты, есть чему поучиться. Это гостеприимство, это радушию, умение встречать, умение сделать все, чтобы человеку, который приехал к тебе, было приятно. Это огромный плюс вашего города. Сергей Юрьевич, какие прогнозы есть? Сколько выпускников приедет в ваш вуз в этом году? Сколько вы ожидаете через несколько лет? Ну, конечно, прогнозы строить дело неблагодарное. Но я надеюсь, что к выпускникам школ добавятся. И выпускники двух ваших средних профессиональных учебных заведений уже в этом году будут не единицы, а десятки поступающих. Ну, а там, может быть, нам придется и филиал открывать здесь у вас, чтобы всех желающих смочь принять. Потому что действительно для вашего округа направления нашей подготовки очень перспективны. Это реальная возможность найти себе яркую, насыщенную студенческую жизнь, а потом хорошую, интересную, высокооплачиваемую работу, в которой ты можешь быть трудоустроен не только здесь, но и в России, и во всем мире. Надеюсь, это будет так. И через несколько лет у вас будут учиться не 9 наших выпускников, а намного больше. Спасибо, Сергей Юрьевич, за интересную беседу. Я напомню, это было актуальное интервью. Увидимся. Субтитры подогнали Симон.